Всем привет! В этот морозный день минус 25 и посмотрите сколько снега. Я вам хочу заснять готовый комплект кашпо, потому что сегодня-завтра его заберут, а снять я не успею. Это объем 15 литров, а эти два по 10. Вязала я из ротанга не шлифованного 0,7 цвет ультрамарин. Очень интересно, красивый цвет и не пестрый, и не бледный замечательный. И плетется тоже легко. Он довольно-таки мягкий, но при этом хорошо держит форму. Этот горшок на 15 литров я вязала в форме горшочка счастья. Тяжелая работа, но я это сделала. Узоров здесь я никаких не делаю на горшочке счастья. Я считаю, что не очень смотрится хорошо на вот этой большой дутости. А здесь я провязала волну и такую как она называется. Ну, как не косичка, а цепочку или что-то типа такого. Довольно-таки красиво. А эти горшки по 10 литров это здесь обычная вязка, один через один и небольшая волна. Здесь где-то в середине, а здесь эта волна ниже. Дренажных отверстий пока нет. Нужно будет сделать. Это уличные горшки. Снимаю вам на улице, потому что хочу показать вам этот цвет при дневном свете. Потому что в доме все-таки не покажешь. Ну, в принципе, здесь не очень-то видно, но цвет действительно очень-очень красивый. Посмотрите, сколько снега. И так, для вас я хочу снять небольшое видео, как я плету кашпо, с чего все начинается. Этот комплект плету для себя. Ротан Кростовский 06. Цвет называется Дуб Амбре Осветленный. Красивые у него переходы. Прекрасно мне подходит этот цвет по стилю. Эти кашпо высоту 47 сантиметров и рабочий объем у него примерно 25-27 литров. Это кашпо 20 литров, это 15 литров. И вот с чего все начинается. Это, так сказать, заготовка. Использую две емкости. Это ведро 12-ти литровое, это емкость 20-ти литровая. Вырезено в верхней емкости дно. Оставила усилитель, это чтобы более устойчивое было. По краю я прокладываю толстый карандаш и тогда натягиваю стойки. Делаю я это для того, чтобы стойки были ровные, чтобы их не крутило. И к тому же, когда я уже подхожу последней лозой к бортику, я их убираю для того, чтобы лоза легко проходила в этих местах. скрепляла я их сначала клеем, здесь немножко так зафиксировала, а потом клей высыхал и я уже делала 4 клепки. Здесь 4 клепки, чтобы, конечно, ведро было устойчиво, чтобы никуда не делось. Если сажать просто на клей, но это не дело, это кашпо уличное, чтобы все держалось очень крепко. Все. Плиту я осьминожкой. Каждая лоза по 6 метров 70 сантиметров и таких лоз у меня 38. Вот 38 лоз я должна вплести в эти стойки. Работа, конечно, тяжелая. Ростовский ротанг 0,6 очень жесткий, очень толстый, поэтому я, конечно, его брать больше не буду. Нужно брать или 5, или 5,5 размер. Тогда плетется более или менее хорошо. Что еще сказать? Из рисунков у меня здесь сейчас вам покажу. Плетение вначале самое простое один через один. Здесь 4 оборота плетения 2 через 2. Косичка. И закрываю внутренний край тоже по типу косички. Здесь то же самое, никак одинаковые у меня, только здесь не косичка, а просто волна 2 через 1. На 20-литровом кашпо то же самое плетение, чтобы было более-менее все одинаково. Косичка по краю и волна. Волна 2 через 1. Ну и здесь на маленьком кашпо жгутик. Вот, сейчас покажу. Вот такой жгут. Ну, стараюсь плетение делать по принципу, чтобы было одинаково. Вот такая красота у меня будет стоять на участке и в ней будут расти цветы. Это мне нужно будет сплести. Работа, конечно, колоссальная, плести тяжело, но, знаете, тяжело в плане, если ротан, конечно, податливый и более мягкий, то без проблем. Ну, если вот такой ротанг 06 ростовский, это, конечно, очень сложная работа и после него очень сильно болят руки. Поэтому я себе сплету комплект и успокоюсь и больше такой ротанг брать не буду. Но, смотрите, он стоит того, какая красота. Кстати, дно тоже было мне очень сложно уложить у этих кашпо, потому что ротанг жесткий и приходилось пользоваться феном строительным, чтобы плотное было плетение. Видите, насколько оно плотное, тара практически не просвечивается, но она еще и темная и чем плотнее плетение, тем красивее, конечно, все смотрится. Смотрите, как симпатично все выглядит. Ну, а что делать? Должно быть красиво не только бок, да, основное плетение ну и, конечно, чтобы была красивая и законченность работы и дно. Я вам сейчас дно еще покажу. Вот такое дно. Видите, как укладывается очень тяжело, но с помощью фена можно размягчить слегка ротанг и сильно натягивать лозы вниз и тогда будет плотное плетение. шлифованные Хочу вам показать еще один готовый комплект ротанг называется береза на слоновой кости шлифованной. Это лоза, а стойки натягивала это пруток цвет грифель. Красиво получилось сочетание, очень мне нравится. Плетение классика один через один, три оборота это волна два через один и по буртику это жгутик. Закрывала кончики по типу косички. Дополнительные отверстия я не делала здесь для стока воды иногда вот этих отверстий достаточно, но кто любит много поливать, то можно сделать еще дополнительные три отверстия для стока. Но иногда этого и не нужно делать. Вот такое дно тоже красивое. Здесь я закрывала два через один, чтобы было аккуратно все смотрелось. Комплекс состоит из четырех кашпо. Они все одинаковые, рисунок одинаковый. Такая красота. Любые цветы в них будут красиво смотреться и темные рассветки и светлые. Я думаю, что довольно-таки симпатично получилось сочетание. Ну, а я уже исплела третье кашпо высокое для себя. Я вам показывала как плиту, а это уже готовые. Вот они три высоких. Один двадцатилитровый, а это пятнадцатилитровый. Цвет, конечно, замечательный. Ну, и светлые тоже красиво смотрятся. Так, и здесь у меня комплект. Это цвет лобби. Это Севастополь ротанг. Кстати, это тоже севастопольский. Здесь это мои, можно сказать, самые первые кашпо. Горшки плетеные. Ну, тоже достаточно все аккуратно сплетено. Это горшки, уже они с отверстиями прозрачные. Это как для орхидей. Горшок был. Вот я его плела. Он на 12 литров, 12,5 по-моему. Ну, и здесь также. Это горшок на 12 литров, а это тоже на 12 литров сделала корзинкой вот ручки. Вот так смотрится. Плетение здесь самое простое. Тоже две волны, здесь волна. Ну, цвет симпатичный. Сплела еще корзинку, попробовала. Это корзина 12-литровая, пластик пищевой, можно использовать для яблок, для овощей, для чего хотите. Здесь дно, только тазика осталось. Здесь я закрыла косичкой и жгутик. И здесь волна. Тоже симпатично получилось. Ручки. Одну корзину у меня уже забрали, точно такую же, только на 7 литров. Вот так. Это называется дуб винтажный, шлифованный. Еще хочу вам одну корзинку показать. Вот такая еще у меня есть. Это тоже для себя оставила. она как пробная. Цвет ультрамарин называется. Тоже пищевой пластик. Здесь простое плетение. По ободку жгутик сделан. И две ручки. такие. Можно за них взять. Они выдерживают всю эту массу тык декоративных. Поставила так для красоты. Ручки вот так сделаны. пластик. тоже дно от тазика. Если что-то такое можно здесь и постелить какой-то полотенце и положить какие-то продукты. Вообще ротанг как пишет производитель делается из первичного сырья. То есть это не вторичное сырье. Но все равно сюда печенье не положить. Ну если только допустим какой-то материал или полотенце. И потом уложить какие-то такие продукты. вообще это собрать яблоки, сливы, лук, морковку, картошку, что хотите. Взять за ручки. Вот так очень удобно. Ручки крепкие. Здесь два оборота ротанга выдерживает нагрузку. так где стоит эта корзинка у меня на окне. Очень красиво и декоративно смотрится. Цвет замечательный. Ультрамарин, не шлифованный, красивый. Я вам уже показала комплект горшков, которые я сплела с этого цвета. Очень достойно смотрится. И не ярко, не вычурно. И цвет очень интересный. такой поближе покажу. Хотела вам показать чем я сейчас занимаюсь. Потому что этот светлый комплект скоро от меня уедет. Этот зеленый пока под вопросом. Это комплект мой. Я вам лето буду показывать какие здесь будут расти цветы. Я недавно открыла телеграм канал. Он еще совсем пустой. Называется Зоя провинциалка. Картинка такая же будет как и здесь на ютуб канале. Заходите подписывайтесь. Потому что он сейчас пока пустой. Потому что нету вас там. он будет наполнен. Делитесь тоже своими знаниями, умениями, кто что умеет делать. Не только плести, но и садово-огородная тема. Этот канал будет такой же как и на ютубе. Сад, огород, цветы, овощи, ну и так далее. Потому что я делюсь с вами фотографиями, снимаю для вас видео, а я вас не вижу. Поэтому хотелось бы и обратную связь. Выкладывайте свои фотографии, что вы делаете, чем вы занимаетесь, какие рукоделия и так далее. Все будем обсуждать, делиться опытом, ну и так далее. Подписывайтесь, я вас приглашаю. Я оставлю на телеграм-канал ссылку. Заходите, будем общаться. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока.